подружки привет добро пожаловать наш канал раннее утро мы с котеночком завтракаем а завтракаем в такой условной спешке просто потому что сегодня с утра мы собрались поехать в детский парк развлекаться да котенок арс кстати говоря в москве поэтому мы в гордом одиночестве и планируем свой день так чтобы ну что скрасить свое гордое одиночество сегодня завтрак у нас каша как обычно фрукты ягоды наш красивый слоненок тут сидит у мамы менее полезный завтрак у меня остатки моих круассанов да котенок да я понимаю что тебе бы круассанчик как у мамы держи краса с кашей давай ты ешь свою кашу как наши зубы зубы наши до сих пор нас беспокоит в том смысле что у ребенка еще сопли текут ручьем не к столу сказано но в общем самое главное что мы еще не пришли в себя то есть три недели как-то совсем уж затяжены и такие но зубы долговато по крайней мере мне кажется по сравнению со всеми остальными но уж как есть в течение дня он чувствует себя хорошо не психует уже так как он это делал сам сам начале прорезывания зубов поэтому богом пополам единственно с чем на сейчас сложность тем что он уходит спать намного позже то есть он 8830 уже отказывается ложится спать он пытается мучиться там в этой кровати свои ворочаться но по итогу засыпаю только после 9 но я надеюсь что это временная история и мы скоро скоро придем совсем уж на сто процентов в норму пока я болтаю я конечно же тебя отвлекаю поэтому буду тебе помогать из важных сообщений следующий выпуск у нас выпуск в котором мы будем делать очередной тест на беременность у нас беременность номер два попытка 3 и я решила в этот раз сделать видео теста на беременность намного намного более интересным чем это видео будет интереснее предыдущих первое я решила тестироваться за неделю до предполагаемой даты моих месячных то есть каждый день самого утра я делаю тест на беременность и в случае позитивного результата мы с вами увидим прогрессию моей линии но это конечно же если линия появится если не не появится то мы просто будем смотреть с вами на 7 негативных тестов но это не все начиная с четвертого дня я начну делать разные тесты и что еще я задумала я хочу разобрать я хочу разобрать как минимум один тест ну например взять дигитальный clear blue которым я пользовалась ранее и разобрать и посмотреть что у зверя в животе и понять как же он работает а также будем говорить по поводу того какие тесты наиболее вероятно покажут результат что делать и как интерпретировать результат когда например тест у вас лежит несколько часов того и несколько дней и вдруг появляется позитивный результат когда в самом начале в первые 10 минут этого результата не было он был негативный ну в общем будем анализировать очень много разных интересных фактов и проявление результатов теста на беременность течение целых семи дней и также я подумываю может быть попробовать несколько тестов несколько clear blue купить другие бренды может быть самый самый дешевый и сравнить какие все таки будут наиболее аккуратными в общем такой у нас план мне кажется видеоролик будет очень очень интересный особенно с прогрессии линии если таковая у нас появится и конечно же с разбором тестов на беременность и мы посмотрим что же действительно у них внутри и есть ли смысл вообще покупать дорогие тесты в общем такой план не пропускайте следующий видеоролик на моем youtube канале а сегодня мы давай будем завтракать я перестаю болтать потому что ребенок не ест когда я разговариваю ему это очередно мешать и нам пора выдвигаться из дома да уже не хотим опоздать не хотим опоздать так подружки минутка полезности не помню показывал вам или нет но я приобрела вот что вот такую вот зарядку для батареек и батарейки аккумулятора от компании panasonic она луп называется и по отзывам насколько я там читала и выискивала эти самые классные и для детских игрушек которые пожирают батарейки просто как семечки это самый лучший вариант потому что ты можешь их просто подзарядить заново и снова установить в игрушку вместо того чтобы покупать нескончаемую упаковке батарейка тратить кучу бабла просто в пустую так что вот такая вот полезность нашем доме новенькая сегодня так подружки смотрите прошлый раз не успела показать не приехали наши приблуды к самокату вот у нас приехал звоночек потом фонарик фонарик нажимается мега сложно я не знаю как ребенок маленький должен эту кнопку нажать она прям жесткая жесткая практически невозможно переключить то есть мне нужно прям вот весь палец туда силой нажимать для того чтобы что-то переключалось и также приехали наши цветные колеса с колесами история следующая если ты хочешь поменять колеса здесь нужно рассчитывать на то что у микро мини оригинальные колеса которые стоят на самокатах их крепления они посажены на герметик то есть вот эти болты посередине которые тебе нужно раскрутить они реально на герметике зачем это вообще непонятно с учетом того что все самокаты они имеют как бы опцию замены колес либо на черные либо на прозрачные освещение не освещение и так далее если тебе повезет как повезло мне ты с огромнейшим усилием сможете колеса поменять собственно это я и сделала но я была просто вся мокрая мне казалось у меня руки просто сломаются не говоря уже о том что мне казалось что я к чертям сломаю этот самокат вот это вот часть база которая держит эти колеса она мне кажется было она прогиналась просто во все стороны но мне повезло резьбу ничего я не сорвала в общем я открутила эти крепления и поменяла колеса на светящийся сейчас просто красиво безумно красиво ребенок счастлив он прям как будто бы я не знаю заново в первый раз увидел этот самокат и он прям счастлив с большим интересом конечно же катается но для родителя чтобы это все поменять это прям кошмар не говоря о том что риск просто сломать этот самокат вот еще до того как ребенок будет кататься поэтому я на самом деле уже вот несколько дней пользуюсь этим самокатом могу посоветовать покупать сразу со светящимися колесами чтобы вам этой фигней не заниматься так подруги ребенок практически собран и одет пока читает книжку тут у нас очень классная книга алфавит цвета и прочие всякие штуки полезные что мы сегодня надели на него на улице у нас такая прохладная погода сегодня и плюс ко всему мы едем в развлекательный детский центр в котором он будет прыгать там по всяким своим батутом бегать ему должно быть тепло удобно и в общем чтобы его не продуло и так далее так далее поэтому я на него надела гамаши из шерсти мериноса также бадлон из той же шерсти мериноса для девочек которые любят считать сколько раз я произношу слово шерсть мериноса но зимой уж ожидайте очень много если говорить про странные названия разных предметов гардероба очень смешно когда я публиковала первый видеоролик одежды и где я показывал вот эти гамаши девочки мне писали почему гамаши что это вообще за название почему не ритузы на самом деле правильное название это гамаши и произношение ударение тоже гамаши я когда переехала в принципе в россию как вы знаете я сама латышка из риги и русский не мой родной язык когда я переехала многие слова я произно произносила вообще неправильно и в том числе произносила те слова которые мы пользуемся в риге и которые для нас кажется нормальными а в россии их не знают ну например гамаши я произносила как ганаши вообще откуда непонятно потом а вот свитер с высокой шеи вот в целом наверное назовут водолазкой санкт-петербурге это бадлон я его называла батлон в латвии например мы называем их бетловками а и наверное самый такой смешной ящик вот выдвижной ящик как здесь у нас это выдвижные ящики в латвии мы их называем шуфлятками и когда муж поначалу спрашивал какие-то вещи которые лежат где-то вот в ящиках где то 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 я говорю ну в шуфлятки где шуфлятки шуфлятки шуфлятка этот комплект у нас от вулан коттен ссылку оставлю в описании видеоролика так что заходите посмотрите там у них очень много всяких разных и очень классных вариантов подевы да и в принципе основной одежды вот в зимнее холодное время для малышей но и для взрослых в том числе так что подружки кто ищет вот вам пожалуйста ловите очень качественный и классный бренд одежды и шерсти мериноса так ну что мы наконец собрались наделись вот поверх наших штанишков мы одели рэйма теплые потом мы одели наши ботиночки зимние только stories и в общем котеночек голубой шапки мать без голубой шапки зато с голубой маской кстати утром сейчас утром едем в детский этот центр просто потому что там скорее всего не будет людей то есть мы очень очень хотели бы чтобы было минимальное количество народу и мы наиболее безопасно могли сегодня немного хотя бы развеется и выйти из дома так все погнали но перед парковкой нам еще надо бы зайти в аптеку я куплю еще дополнительно тесты на беременность у меня дома есть только clear blue два по моему вида или 12 мне нужно купить еще значит тогда электронные и какие-нибудь другие посмотрю какие бренды в аптеке есть и несколько всяких разных возьму для наших тестов будь кстати коляска моя до сих пор еще в летнем варианте не знаю если успею сегодня то сегодня может быть приду домой надо бы ее разобрать почистить и поменять уже капюшон и приготовить ее к зиме а то мы все ходим как будто бы на улице лета капра у нас тут сильно продувается так что это мне тоже еще предстоит наш фоксик красивый превратить в зимнюю коляску так подруги смотрите я тут накупила всяких разных тестов кучу мало в общем затестируемся мы с вами мы приехали джоки джоя называется штука и здесь прям столько всего крутят кого короче дерь не удержать человека так пойдем в общем мы тут без обуви и все очень круто все в масках все мере температуру и все прям безопасности здесь только всего пойдем искать нашего мирончика с лейлой и в общем ребенок будет в свободе тут бегать потому что пока я его сильно удерживаю так где наш мирончик мирончик вон рэм смотри мирончик смотри вон рэм друг твой это моя подушка лейла котенок привет господи ой ну тут просто невозможно ну давай погнали посмотрим что тут короче подруги это просто счастье и рай для детей впрочем и для мам потому что когда у тебя совсем маленький ребенок и ты уже не понимаешь куда тебе ехать и как его развлекать вот есть такие прекрасные места и в общем здесь вы можете до упора развлекаться веселиться и плюс ко всему для ребенка это несомненно физическая крутая активность так что мы тут будем все осваивать я не знаю мне кажется снимать и особо то не смогу потому что мне нужно за ребенком тут следить за ним бегать сколько смогу сниму а так в общем подруги увидимся с вами в следующем видеоролике помните делаем тесты на беременность это дико дико интересно а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok